Катя и Марина подружки еще со школы. Марина сейчас живет в Москве, Катя в Риге. Вот наконец-то встретились, есть о чем поболтать. По крайней мере, так кажется со стороны. Особенно если сторона мужчина за 40 и мало что понимающий в моде. Между тем эти дамы обсуждают ни много ни мало, как покорить мир. Потому что Европу они, кажется, уже покорили. Сегодня в Европе, в гламурной Европе, словосочетание Катя-Катя Шихорина означает только одно. Модный бренд знаменитого модельера из Латвии. Из маленькой страны, в которой шьют вот такие воздушные красоты платья. Ну, знаете, наверное, я слишком люблю то, чем я занимаюсь. И как бы другого я для себя представить не могу. Ну, то есть у меня как бы не было других вариантов, кроме как идти вперед. Свой путь на подиум Катя Шихорина начала 8 лет назад. Она закончила знаменитую французскую школу модельеров S-MOD. Неплохое начало для карьеры. Но кроме нее диплом школы получили в тот год еще 90 человек. А по всей Европе выпустилось больше тысячи потенциальных дизайнеров одежды. Катя бросила Париж и вернулась в Ригу. Но ровно для того, чтобы через полгода предъявить первую коллекцию. Поначалу Катя хваталась за все. Краила джинсы, майки, пальто и рубашки, юбки и брюки. Сегодня ее бренд исключительно платья вечерние и свадебные. Катя, она родом из прошлого. Оттуда, где носили кружева и шелк, тайну и силуэт. В обычной жизни я не одеваю платьев, я не ношу каблуков, не накручиваю волосы. А когда у нас происходят показы или съемки для Кати, это, конечно, всегда очень женственно и очень приятно. Мир моды хоть и блестит со всех сторон, а внутри жесткая конкуренция. Чтобы выйти на рынок, а потом на нем удержаться, Катя, как шахтер, должна выдавать на гора три нормы. Три коллекции в год. Никому не нужен вчерашний день. Все хотят сегодня и сейчас нового и гениального. Фотосессия – часть процесса. Для этого специально из Парижа была вызвана модель Настя Чу. Свои нюансы. С другими девушками получается не так органично. Я себя звездой не чувствую. Я чувствую себя в своей тарелке, но звездой нет. Мы отзываем звезд, но я-то не звезда. Дженна Луиза Коулман – актриса из культово-английского сериала «Доктор Кто» по всем параметрам звезда. Звезда долго примеривалась к нарядам и в итоге отправилась на церемонию вручения британской кинопремии в коллекционном платье Катя Катя Шахурина. Сама Катя об этом узнала уже постфактум. Певица Куин Арчер еще не звезда, но уже на пароде. Теперь она общается с высшими мирами. Принц Уильям пригласил ее на благотворительный королевский ужин. Вместе с небожителями Тейлор Свифт и Джоном Бон Джоуи. Догадайтесь, как в одночасье стать принцессой? Надо спросить Катю. В номинации «Лучшая молодая актриса» победила Жаклин Джоссе. Именно ей в 2012 году британские телеакадемики отдали национальную премию. На сцену она поднималась в сочетании красного и черного. Это платье, кстати, может быть изящно строгим, как на Жаклин, но, возможно, куда более смелый вариант. Вот тот же наряд в исполнении Джесси Джей. Джесси Джей – певица, которая 4 года назад буквально взлетела на вершину западной эстрады. Причем из ниоткуда, из восточного Лондона, из обычной семьи, обычных работяг. И, наверное, их истории Джесси и Кати чем-то похожи. В детстве-то мы все знаем, что мы хотим делать. И мы все верим, что это возможно. Просто самая большая печаль, что очень многие растрачивают эту веру, и нам начинает казаться, что какие-то вещи невозможны. Канадская звезда Нелли Фуртадо для своего концерта в Париже, в столице моды, выбрала платье, созданное девочкой из Риги. Европейские модницы отметили этот факт. Когда на сцену поднялась Мелани Си, бывшая участница легендарной четверки Spice Girls, специалисты уже точно понимали, кто создавал ее образ и что это за образ. Ведь мы есть то, что надеваем. Катя Шихурина стала брендом во многом благодаря своей команде. Катя выдает идеи, ее муж Марк фиксирует их в пространстве, ее подруга Марина оформляет их в бизнес-проект. Есть какая-то определенная рутина, ты что-то делаешь каждый день, а потом ты вдруг останавливаешься и начинаешь думать, о, а как мы это сделали? У нас же магазин теперь в Лондоне, а мы же продаемся по всему миру и так далее. И когда ты в таком глобальном формате начинаешь задумываться, то как будто бы даже иногда странно становится. В звездной коллекции Кати Кати Тим Кардашан, Миша Бартон, Кейт Нэш, Лара Пулвер, Ольга Федери, Анна Максвелл, Мартин, Элла Хендерсон. В мире моды, как и в обычной жизни, важно зафиксировать достижения. Рижские платья для кисейных барышен сегодня в топе, и это хорошо. Ну, откровенно говоря, я себя чувствую среди всех этих кружев, как слон в посудной лавке. С другой стороны, не мне же это носить, зато представляю, как это красиво смотрится на женщине. Вообще, меня радует, что в мире до сих пор есть дизайнеры, которые отдельно делают мужскую одежду, отдельно женскую. Актуальный женский вопрос накануне Нового года. Что надеть на Новый год? Я думаю, что стоит выбирать длину миди, потому что она подходит всем, и при любых обстоятельствах, особенно это касается вечерней одежды. В миди вы можете прийти и на мероприятие Black Tie с дресс-кодом «Длинное платье», и просто на коктейль, и быть везде уместными. Со стороны кажется, что Катя свой ответ зашифровала. По крайней мере, мужчина за 40 и мало что понимающий в моде, уловить смысл этой рекомендации не в состоянии. Только остается, что смотреть со стороны на красивых женщин.